Меня зовут Степана Ваина. Я ученица 7-го Д-класса, руководитель работы с Афроу Ларисой Георгиевной. Тема моей работы – математик, воплант, выставлен национал антретинговый компонент, басет антематриал, о флокал-фисторе о Сахаре-Паблике-Куте. Математические задачи с краеведческим содержанием на материалах в республике Сахаре-Куте. Наши страны неразумно связаны с малыми городами, селыми деревнями. Изучать историю нашей малородины можно и на уроках математики, а не только на уроках истории и географии. Я согласна, что для меня и одноклассников применять на уроках математики вместо краеведческого материала будет интересно. Я хочу сказать, что мы всегда с интересом мешаем задачи, в которых говорится о нашей республике. Выбрать объект моего исследования помогло следующее. В прошлом учебном году мы посещали краеведческий кружок и узнали много интересного о Якутии и ее улусах. Математические задачи, составленные на краеведческом материале нашего села и района, не только будут способствовать закоплению математических навыков, но и позволять узнать историю своей республики. Актуальность моей работы состоит в том, что есть, где учащиеся будут решать задачи, составленные на конкретно краеведческих данных, такие задачи будут не только способны развитию математических способностей, но и позволять изучать прошлое и настоящее малородины. Цель работы – создать набор задач на математике для учащихся стремных классов с использованием краеведческого материала. Задача работы – первая – изучить и подобрать краеведческий материал о Якутии. Вторая – составить подбор математических задач. Для составления задач я брала материал из просторов интернета. Мне было очень интересно и увлекательно искать данные о Якутии. Тема составления задач я подготовила заранее и по ним искала данные. Моя работа состоит из четырех тем. Линейные уравнения с одной переменной, числовое выражение, задач на проценты, значительные характеристики. В каждой теме я составила по три задачи. Эти темы мы проходили во время инстанционного обучения, и после составления задач мне стало легче решать уравнение. В Якутии до нынешнего главы Республики Сахай-Якутии Айсен Сергеевич Николаев было всего три президента – Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатолий Вячеслав и Егор Афанасьевич Борисов. Задача номер два. Николаев дольше всех был на посту президента Якутии. Шторов на три года меньше на посту президента, чем Николаев. Борисов и Шторов правили одинаковый срок на посту президента Якутии. Определите, сколько лет были на посту президента Якутии. Общая продолжительность правления трех президентов вставляет 27 лет. Школа номер 10. Одна из старейших школ города Якутска-Свис с самобытной историей и традицией. Она была открыта в каком-то году для детей, рабочих в районе, который так и назывался «Рабочий». В 1952 году история школы переплеталась с судьбой Дмитрия Георгиевича Новопашина, работавшего директором около 40 лет. Задача номер два. Вы полите действие и вы узнаете, в каком году была основана средняя общеобразовательная школа номер 10. имени Новопашина, в котором я учусь. Задача на проценты. Задача номер один. Площадь Российской Федерации 17 075. Площадь Республики Сахая-Кутия составляет 3 103. Найдите, сколько процентов площади РФ составляет Республика Сахая-Кутия. Написав этот проект, я пришла к выводу. По составлению задачи развивают творческие способности, умение выражать свои мысли, правильно формулировать вопросы, повышать математическую культуру и интерес к предмету математики и его значимость в повседневной жизни. Через составление задач мы учимся их решать. Но кроме этого, узнаем много интересных фактов из истории, географии родного края, из прошлого и настоящего нашего города и школы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...